Здарова, Шамшурин у аппарата. Значит, очередной вопрос подписчика, причем тема такая, которая А, распространена, Б, очень часто встречается, и С, она недавно прям обсуждалась в одном из моих предыдущих видео, только немножечко с другой стороны. В общем, смотри, человек прошел мой марафон и через некоторое время пишет такой вопрос. То есть, было второе свидание, после второго свидания занялся с девушкой сексом, вот, но девушка не понравилась и, в общем, теперь я, говорит, не знаю, как от нее избавиться, потому что она явно выказывает свой интерес и свою симпатию. То есть, он говорит, как максимально безболезненно для нее с ней расстаться, вот такой вопрос. С чего бы начать? Ну, в принципе, как надо расставаться в таких случаях? Во-первых, тут вы и не расстаетесь, потому что у вас еще и, как бы, не было никаких отношений, по сути дела. Ты можешь успокоиться. Во-вторых, в идеальном варианте ты встречаешься и говоришь голосом, что ты знаешь, все круто, но вот ты немножко не мое, я не хочу ни себя, ни себя обманывать. То есть, максимально подбери слова так, что после этого у нее, ну, как бы, было бы хотя бы ощущение, что ты ее понимаешь. Ключевое, что я хочу быть максимально честным. Таким образом, ты прокачаешь и свою внутреннюю честность, и свои яйца, которые тебе еще в жизни пригодятся. И хотя, казалось бы, что такого, ты же ее не обманываешь, ничего, ты наоборот с ней максимально честен. Да, бывает, это говорить трудно, потому что ты же не хочешь обидеть человека, бла-бла-бла и так далее. Это обязательно нужно сделать. У меня у самого, когда я так делал, возникали сильные сложности, потому что я понимаю, как это так, как человека может колбасить просто. Хотя, казалось бы, ты же ей сообщаешь какую-то честную информацию, то есть, и ты ей ничем не обязан, ничего плохого ты ей не говоришь. Второй вариант – позвонить ей по телефону, сказать то же самое для более слабых и мягко-яичных существ. И третий вариант, и для тех, у кого совсем прям все плохо, то написать голосовое. Но ключевое, что нужно сделать, нужно после этого, если уж ты надумал с ней больше не общаться, после этого нужно везде ее заблокировать, пропасть, никогда больше не отвечать на сообщения и так далее, и так далее. Потому что есть такие умники, которые при этом умудряются еще раз в месяц написывать, потому что им больше не с кем там заняться сексом и как бы мучить человека. Так делать нельзя. Все. Что касается по поводу максимально безболезненных. Ну, во-первых, у тебя звездная болезнь, потому что ты уже тут возомнил, что ты такой прям охереть какой там супер-пупер мужик, что с тобой просто вот она уже готова там все, не сможет с тобой расстаться. Сможет. Во-вторых, времени прошло очень мало. В-третьих, как бы есть в жизни вещи, которые безболезненно, к сожалению, не получаются. В-четвертых, ты слишком катастрофизируешь боль, ее потенциальную возможную боль от этой ситуации. Может быть, она скажет там, ну, полчаса попереживает, то скажет, да ну его в жопу, блин. Зачем мне вообще такое? Вот и все. Но ты должен понимать одно, что если сейчас у тебя с этим, через, после первого секса, после второго свидания, блин, у тебя есть такая проблема перестать общаться с женщиной и сказать ей об этом честно, то это очень такая печальная тенденция, потому что если вдруг ты сейчас здесь, учитывая то, что вы знакомы там меньше недели, не сможешь этого сделать, у тебя в жизни будут обязательные ситуации, которые будут тебя повторно этому учить, и там будет такое, что ты затянешь это общение еще дольше, и там уже будет еще сложнее расставаться, потому что будут общие какие-то моменты, возможно, что у нее будут какие-то проблемы на тот момент, и ты просто не сможешь физически бросить, ты такой спасатель, ты такой жалостливый, ты такой вот, понимаешь, ты никому ничем не обязан, и здесь вообще не про эгоизм, ты ничего плохого, дурного там и гадкого этой женщине не делал сознательно, осознанно, специально. Наоборот, ты сделаешь хорошо, если сейчас, пока она еще не привыкла, и пока ты еще не привык, ты прекратишь это общение. Ты обязан только самому себе быть счастливым. И если ты выбираешь собственное счастье, да, иди говори, я не хочу общаться, а для этого нужны яйца, да. Ну, есть еще самый гнилой вариант, но он все равно рабочий, то есть просто везде заблокировать, пропасть и все, и она поймет, что ты решил слиться. Ничего страшного и смертельного и фатального с ней не произойдет от этого. Расслабься. А если ты выбираешь соответствовать чужим ожиданиям, welcome, соответствуй чужим ожиданиям. Можешь всю жизнь прожить для того, чтобы кто-то не расстраивался. И это же вообще такое глобальное, она может быть и тут не расстраиваться, потом ты лишний раз там человека на место не поставишься, он охеревает, чтобы он не расстраивался. Ну, и вообще очень много чего еще будешь делать, чтобы кто-то не расстраивался. Поэтому все очень просто, хотя вопрос на самом деле распространенный и частный. Всех приглашаю на свой ближайший тренинг-практика, ссылка здесь под видео, тренинг проходит в Москве. Также, если ты еще не знаком с системой Шамшурина, это то, чему я учу, ты можешь подробное видео о системе Шамшурина, о том, что нужно делать, чтобы привлекать лучших женщин в свою жизнь и удерживать там Шамшурина, ты можешь посмотреть совершенно бесплатно в свободном доступе здесь под этим видео. Также пиши вопросы в комментариях, я буду на них отвечать. И также у нас появилась кнопочка, которая называется поддержать канал, ты можешь зайти, если тебе нравится то, что я здесь говорю, если тебе нравятся ответы на эти вопросы, или там ты услышал ответ на свой вопрос, ты можешь там символически или не символически поддержать мой канал, поддержать автора. Все, это был Шамшурин, пока.